И мы снова желаем вам любви, такой же, как у нас, только без проблем. Никита Джигурда и Марина Анисина – одна из самых экстравагантных пар российского шоу-бизнеса. Две свадьбы, один громкий развод, взаимные обвинения, угрозы, а потом признание в любви. Когда их роман только начинался, многие считали его пиаром. Люди не могли поверить, что олимпийская чемпионка с безупречной репутацией всерьез увлеклась скандальным артистом. Он сочетает в себе вот эту страсть, огонь этого льва, который очень стремится догнать свою жертву, свою добычу. Но со временем стало ясно – эти двое нашли друг друга. После свадьбы они начали шокировать народ уже вместе. Страстное объятие на публике, откровенные фотосессии. Апогеем стало видео рождения их первого ребенка, которое Никита выложил в интернет. Я перерезал пуповину при родах, и Марина сама просила меня присутствовать на родах. Казалось, эта пара всегда будет вместе. Но спустя 8 лет они неожиданно объявили о разводе. Любая женщина не выдержит, когда рядом с тобой неуравновешенный психический человек. Расставание бывших возлюбленных стало таким же бурным и страстным, как и вся их семейная жизнь. Марина обвинила Никиту в неадекватности и рукоприкладстве. Он ее взял вот так за волосы и сказал, что, гусь, подумала, что мне от тебя что-то другое нужно. Мне, говорит, только твои регалии нужны были. Джигурда в ответ заявил, что у жены проблемы с алкоголем. Огромное количество открою я вам секрета. Бракоразводный процесс совпал с громким делом о смерти Людмилы Братарш. Несколько лет Джигурда пытался доказать, что завещание бизнесвумен – не подделка. И убедить ее родственницу, что он не причастен к гибели Людмилы. И кем ты играешь? Я перед миром. Космос. Трудности вновь сплотили бывших супругов. Актер признался, что никогда не переставал любить фигуристку. Правда, это не мешало ему проводить время в компании других женщин. Мне разрешают тискать девчонок женщин, которые не против потонтрить со мной. В сети постоянно появлялись компрометирующие видео с участием Никиты. И даже вторая свадьба не изменила поведение артиста. Марина говорила, что доверяет мужу, поэтому не ревнот. Но недавно одна из подруг Джигурды открыто заявила, что их связывают романтические отношения. Неужели артист действительно изменяет Анисиной? И с кем он страстно целовался в московском ресторане? С чего началась история любви Никиты Джигурды и Марины Анисиной? Правда, что ради фигуристки актер ушел от беременной жены. И как он испугал Анисину в их первую ночь вместе? Из-за чего мама спортсменки была против романа дочери с Джигурдой? Зачем Никита выложил в интернет видео рождения своего сына? И действительно ли Марина не знала об этом поступке мужа? Субтитры создавал DimaTorzok Эти кадры с первой свадьбы Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Дом! А эти уже со второй свадьбы эпатажной пары. Прошло 14 лет, а церемония все так же далека от классической. Гости, как и в предыдущий раз, собрались колоритные. Маги, шаманы и эпатажная дама в костюме королевы красоты. Но молодожены и сами необычны. Жених в расшитом золотом костюме от Вячеслава Зайцева. Невеста в блестящем платье темно-коричневого цвета с эффектным декольте. Я украдил строптивую! Актеры-спортсменты сияют от счастья. Они рады, что снова стали мужем и женой. А ведь после скандального развода многие были уверены, что они и близко не подойдут друг другу. Убывают терки, почему я говорю нестерильная любовь, терки, разборки. Но когда люди любят друг друга, они воссоединяются вновь и вновь. Вот только новоиспеченные супруги недолго пробыли вместе. Вскоре Марина улетела во Францию, а Никита остался в России. Пока Анисина занималась детьми в Бордо, ее муж явно не скучал. Он веселился на вечеринках в компании посторонних женщин. Снимал горячие видео с балериной Анастасии Волочковой. СМИ пестрели заголовками об изменах артиста. А он как будто специально подливал масло в огонь. И женщины, и мужчины, и психофизика, они плохие. Им нужна сексуальная разрядка. Когда сидишь с Никитой Борисовичем, у тебя просто прошибает все до нижней чакры. Это серьезно. Потому что у него такая харизма, он такой брутальный мужик, о котором мечтает каждая женщина. Одна из подруг артиста решила дать интервью, где рассказала о свиданиях с Никитой. Когда мы увидели друг друга, мы начали общаться, и была такая очень приятная между нами энергия, и мы обвинялись телефонами. Прекрасно понимаю, какой эпатажный, красивый, брутальный, харизматичный Никита. И понимаю, какая конкуренция, и что вокруг него всегда девушки. Ну, скажем так, я в себе уверена. Начинающая певица Ирэн Волынская уже несколько раз была замечена рядом с Джигурдой. Вот, например, они, ничуть не стесняясь, ужинают вместе в ресторане. Актер вручил блондинке красные розы. Они обнимаются и целуются. Тащусь от богини Ирэна, Ирэнушка, девочка моя. Давай мы с тобой на брудерша. Какие отношения связывают Никиту с молодой блондинкой? Был ли у него роман с Анастасией Волочковой? И почему Джигурда не хочет переезжать к семье во Францию? На взгляд психотерапевта эта пара не имеет права на существование вообще. То есть это прямо противоположные. Ангел и бес, красавица и чудовище, лед и пламень. Их история началась на съемках одного телешоу. Марине предстояло научить Никиту кататься на коньках. Джигурда вспоминает. Сразу почувствовал ту самую химию. И решил во что бы то ни стало покорить рыжеволосую красотку. В первый же день я сделал ей предложение. Я сказал, что хочу, чтобы ты стала моей женой. И родила мне такую же зеленоглазую богиню. А Несена ответила, смеясь, я хочу первого мальчика. Я говорю, забили, будет первый мальчик. Бог любви, вторая девочка, богиня. То, что его супруга Яна Павелковская в тот момент ждала их второго ребенка, мужчину не остановило. К тому же в браке уже давно назрел кризис. В итоге Никита ушел из семьи и начал завоевывать олимпийскую чемпионку. По словам друзей, он буквально атаковал Марину. Следовал за ней повсюду. Осыпал цветами и подарками. Что на самом деле случилось с Людмилой Братаж? Почему сестра бизнесвумен обвинила в ее смерти Никиту? Действительно ли женщина оставила Джигурде и Анисиной многомиллионное наследство? Или завещание было подделкой? Как трагедия с Братаж разрушила брак актера и спортсменки? Кто настраивал Марину против супруга? И правда, что Джигурда гонялся за женой с ножом. Он тогда красиво ей подарил кольцо бриллиантовое в один карат. Он ей сказал, если ты сейчас кольцо не возьмешь, я ее выкину. Представляете, кольцо в один карат, бриллиантовое кольцо так взять. Анисина не выдержала такого напора и сдалась. Правда, привыкать к буйному нраву избранника Марине пришлось еще долго. В первую же нашу, можно сказать, брачную ночь, но до свадьбы, то есть когда я напугал ее, потому что я стал влюбить. Я стал влюбитель. Let light and love it. И глаза полные ужаса. Друзей Марина Анисина ее роман с Джигурдой, мягко говоря, удивил. Артист был совершенно не похож на предыдущих ухажеров-фигуристки. Одно время она была влюблена в хоккеиста Павла Буре. А потом, внимание спортсменки, добивался князь Монако Альберт. Марина, которая с юности живет во Франции, тихой, размеренной, правильной, столкнувшись вот с палитрой вот этого всего паноптикума, могла удивиться и ей было просто интересно. А он такой вот мужик мужиком, брутально просто перла. Но больше всех была шокирована мать чемпионки. Она не хотела принимать экстравагантного зятя. Но Ирина Евгеньевна была уверена, что Джигурда принесет ее дочери одни неприятности и заставит страдать. Марина в тот момент еще не знала, что мама во многом окажется права. Через год после первой встречи на льду, Джигурда и Анисина сыграли свадьбу. После официальной части отправились праздновать в подмосковный особняк подруги Никиты, Людмилы Братаж. Молодожены не догадывались, что через несколько лет хозяйка дома будет мертва, а Джигурду обвинят в ее убийстве. Когда Марина сообщила, что беременна, Никита был счастлив. Артист решил запечатлеть момент прихода сына в этот мир и снял процесс родов на видео. А потом выложил ролик в интернет. Ему просто хорошо заплатили. Ну, надо просто понимать, что Никита таким образом зарабатывает деньги. В этом ничего плохого нет. Не все оценили этот порыв и осудили актера за излишнюю откровенность. Марина тогда лишь скромно улыбалась. Только спустя годы она признается, что до последнего момента не знала о поступке мужа. Он не спросил ее разрешения перед тем, как выставить роды на всеобщее обозрение. Никита профессиональный артист. Он сам знает, что он делает. Я тут в этом абсолютно не советчик. Постепенно Джигурда все больше превращался из актера в шоумена. Провокационные фотосессии, странные танцы, драки. Вся его жизнь стала одним большим скандалом. У многих зрителей такой испанский стыд за него. Как так можно сделать? Мы никогда бы так не поступили. Но Марина, казалось, не обращает внимания на выходки мужа. Они производили впечатление счастливой семьи. Все изменилось в 2016 году после странной смерти их подруги, владелицы компании частных авиаперевозок Людмилы Братарш. Мне позвонили знакомые силовики и сказали, это убийство, три пролома в черепе, лужа крови. Квартира перевернута вверх дном. Искали ценности, что-то вынесли все. Братаж обнаружили в ее московской квартире. Рядом валялись пустые бутылки из-под вина, а тело несчастной покрывали синяки из ссадины. Вскоре выяснилось, что незадолго до смерти женщина написала завещань, согласно которому оставляла многомиллионное наследство Никите и Марине. Людмила была крестной матерью детей знаменитой пары. А у самой бизнес-вумен не было семьи. С единственной родственницей, сестрой Светланой, она практически не общалась. Братаж призналась, что написала завещанье на Джигурду Анисину. И главное, и в полиции зафиксировано, вот самой Братаж. Видеть, видеть Романову Светлану Братаж не хотела в категорической форме. Светлана, в свою очередь, заявила, что завещание – подделка. И обвинила в гибели сестры Джигурду. Сказала, что тот спаивал одинокую даму и давал ей запрещенные препараты. Ситуацию усугубило видео. На нем он занимался любовью с Братаж, которая в тот момент явно была пьяна. Он поступил очень неправильно в отношении Люси, когда он выложил видео, где он с ней занимается любовью в интернете. Потом мужчина признался, что у него действительно была интимная близость с кумой. Но, по словам Никиты, Людмила умоляла его об этом. Она нуждалась в тепле и ласке. Джигурда пришел на подмогу. Однако эта запись не предназначалась для посторонних глаз. Когда мне всломали 4 года назад аккаунт, и моя сексуальная связь с кумой, Люсей, Братаж, была вброшена с чужого аккаунта, и я был обвинен Романовой и другими в изнасиловании. Когда увидели незамыленную, как кума, да, делает определенное движение, все, сняли вообще все. Но Никита отрицал свою причастность к трагедии. Говорил, что главный виновник – водитель погибшей Дмитрий Куронов. Провели экспертизу. Таблетки, которые он давал, категорически не сочетаются с алкоголем. Вплоть до летального исхода, что и произошло. Начался судебный процесс, который растянулся на несколько лет. Джигурда страдал. Ему казалось, что дух умершей подруги не может успокоиться. И он решил помочь. Совершил у себя дома специальный обряд. У меня 40 дней и ночей горели свечи, я разговаривал. И первую неделю я кровью отплевывался у него с носом. От горя и отчаяния Никита якобы призвал на помощь родителей Людмилы, которые ушли из жизни много лет назад. В одной комнате я включал телевизор для мамы Вали, в другой комнате для Джонатана, папы. И вдруг я вижу, как комната светом наполняется. Отец мамам, сейчас говорю, у меня дымом шерсть встает. Раз. И говорит, не бойся ничего. Спасибо, они меня благодарят. Ты победил, ты выстоишь. Помимо борьбы за наследство, Джигурде тогда пришлось вести битву за любовь. Люди из окружения Марины начали настраивать спортсменку против мужа. Вам нужно отмежеваться от него, потому что его сейчас посадят, и вы в пристежку напишите, что он бил вас, бил детей под тяжелыми наркотиками, сдаете его в сумасшедший дом, становитесь опекуном, получаете выигрыш по завещанию. Анисина долго не поддавалась на уговоры. Но затем ей стала поступать информация другого характера. Бывший директор артиста Антонина Саврасова якобы раскрыла спортсменке глаза на распутное поведение мужа. По секрету рассказывала, как тот устраивает в Москве оргии, пока Марина находится за границей. Когда женщина рядом, любые терки, любые там споры заканчивались ночной камасутрой, примирением, радостью. А когда на расстоянии, и когда не только Антонина, ведь там и адвокаты ее звонили и подтверждали то, что говорила Антонина. После сообщения об очередной измены Никиты, Марина подала на развод. В интервью она призналась, что их совместная жизнь не была идеальной. В доме кипели итальянские страсти. И иногда женщина боялась своего темпераментного мужа. Он бегал за мной с ножом по квартире, махал ему меня перед глазами. Хотя он кричал, не бойся, Анисина, если я кого и зарежу, то только себя. Но мне было очень страшно. Вдруг пырнет. Я склонна верить Марине. И тот случай, когда он ее ударил своей собственной головой в ресторане, об ее голову, она в крови вся. А он говорит, случайно получилось, так вышло. Джигурда в ответ назвал Анисину алкоголичкой. В качестве подтверждения он опубликовал на своей странице видео Марины в состоянии опьянения. Любящие супруги в один момент превратились во врагов. Как Никита переживал развод? И почему он оказался на больничной койке? Что за цели на самом деле преследовала Антонина Саврасова? И кто рассказал правду Марине? Почему после воссоединения супруги разъехались по разным странам? Как Джигурда развлекался в Москве без супруги? Был ли у него роман с Анастасией Волочковой? Не дай бог кому-то видеть Никиту Джигурду в плохом настроении, друзья. Я видела. И все, что не идет по его индивидуальному плану, вызывает у него жуткую агрессию. Позже Никита сказал. Делал все это из-за того, что был раздавлен. Воспринял поступок Анисиной как предательство. И хотел отплатить той же монетой. Но при этом продолжал любить Марину. Пытался утопить душевные страдания в алкоголе. Однако ничего не помогало. У меня есть картина с ее изображением в виде иконы. И остановился на колено, брал стакан фужер Когора и разговаривал с ней через космос. Анисина, Анисина, услышь меня. И астральным телом представлял, что я лечу туда, к ней. Для Никиты это был, знаете, болезненный период. Никита лежал, он перенес микроинсульт. Ему было очень плохо. Никита не терял надежды вернуть возлюбленную. Он пытался доказать ей, что все обвинения в неверности – клевета. Раздается звонок Анисиной, который рядом со мной на Антонина об этом не знает. И Антонина звонит Марина. Есть, что я тебе расскажу. Все, я вот узнал. По 100% Джигурда, двух проституток, привел домой, обдолбанный. У тебя в квартире надо что-то предпринимать. И у Марины, которая сомневалась, уже началось… У нее просто открылись глаза, что все, что до этого говорила ей Антонина про меня, все это ложь. Джигурда уверен, в Саврасовой говорила банальная женская обида. Она сама неоднократно пыталась соблазнить Никиту. Но он не поддавался. Тогда в ход пошли радикальные методы. Колдовские какие-то чары, когда я видел, что углы квартиры, ванны кровью намазаны. Однако даже приворот не сработал. Я говорю, Антонина, я тебе говорю, девочки, честно скажу, даже если я буду на необитаемом острове, с тобой только, то я в ***, понимаешь? Абсолютно одержимый человек, сумасшедший. Слушайте, ну где Марина вообще королева, и где вот это вот чудовище. Когда правда открылась, Марина поняла, какую ошибку совершила. Супруги снова сошлись. Правда, в этот раз они не стали съезжаться. Анисиной было комфортно в Бордо, а Никите в России. Здесь у него была работа. Он активно снимался на телевидении и мечтал возобновить музыкальную карьеру. Я выступаю с девчонками топ-лис молодым, топ-лис и пою. Изумленный публике он объяснял, что жена в курсе его образа жизни и позволяет ему многое, кроме одного. Я счастливый пацан, потому что мне разрешают тискать других женщин, тантрить с ними, но войти, как я это называю, в междуножный храм чужой женщины или чужой богини, в том смысле чужой, потому что она кому-то принадлежит. Она, может быть, я себя знаю, я не приступлю уже к эту грань. Анисина не реагировала на выходки мужа. Однажды она уже послушала недоброжелателей и разрушила семью. Повторять это снова женщина не хотела. Она говорит, от винта, даже если вы мне покажете, как Джигурда *** кого-нибудь, я не поверю, ибо я знаю аппарат Джигурды, всегда различу, его или не его. И даже если покажете крупным планом, не поверю. Во время путешествия в Испанию, куда вместе с супругами отправилась наша съемочная группа, они постоянно держались за руки и смотрели друг на друга влюбленными глазами. Никита говорил, что теперь никуда не отпустит свою богиню Анис и мечтает снова сделать ее своей женой. И уже по возвращению в Москву заявил, что скоро состоится их вторая свадьба. Назвал точную дату. 23 февраля, как и в прошлый раз. И место проведения торжества. Нам подтвердили, нам дают подарок на два дня в Шатландский замок. И состоится церемония бракосочетания. Больца подарена ей, согласие ее получено. Но этим планам не суждено было осуществиться. Из-за судов по делу о наследстве Братаж церемонию пришлось перенести. А потом на мир обрушилась пандемия коронавируса. Границы закрыли. Никита и Марина остались разделены тысячами километров. Причем спортсменка уговаривала возлюбленного приехать к ней во Францию. Когда еще была возможность. Он отказался. Плакала Анисина. Но что делать? Я говорю, ты же 13 лет назад говорила, что ищешь. Ни мужа, ни любовника, ни спонсора, ни папу для прикрытия. Ищешь мужчину сильнее себя. Джагурда не ожидал, что ситуация будет настолько серьезной. Он планировал за пару недель закончить свои дела и воссоединиться с семьей. Но в итоге разлука затянулась почти наго. Никита во всех интервью жаловался, как сильно скучает по супруге. Хочется потискать любимую за натуральной *** и прижаться к ней ночью и уткнуться в междуножный храм. Тем временем в СМИ снова стали появляться статьи о его любовных похождениях. Особенно часто в этих материалах фигурировало имя балерины Анастасии Волочковой. Вскоре Джагурда уже открыто пел «Оды любви» белокурой танцовщицы. Интернет запланили пикантные видео с участием игривой парочки. «Танцит сексуально так, что эта сексуальность зашкаливает». Джагурде явно нравилось находиться в центре внимания. Он все чаще появлялся в обществе в компании прекрасных дам. «Хорошо, беру всех свой ведический гарем, наложницами, кем угодно. Мы на все согласны». Вот, к примеру, образцовый муж и отец страстно целуют певицу Милену Дейнегу. Никита делился, как сбрасывает сексуальное напряжение вдали от супруги. «Мне разрешен тантрический, я в шутку называю, секс, когда я обнимашки, обнимаю женщин, тащусь и сердечной чакрой, и от этого кайфую». Подбросила дров в костер и бывшая директор артиста Антонина Саврасова. Она заявила, Джагурда никогда не любил Анисину, а лишь преследовал корыстные мотивы. «Он всегда хотел, чтобы у него было много денег. Он хотел за счет Марины прийти в шоу-бизнес». Антонина рассказала, что Никита только на людях клянется жене в вечной любви. А за закрытыми дверями все обстоит иначе. В чем Джагурда признался своему бывшему директору? Какие на самом деле цели он преследовал в романе с Мариной Анисиной? И правда ли фигуристка не ревнует его к другим женщинам? Из-за чего дети супругов не приехали на вторую свадьбу родителей? Смогла ли мама Марины принять скандального зятя? И почему Анисина плакала на юбилее Джагурды? Он ее взял вот так вот за волосы и сказал, «Ну, ты что, гу**а, думала, что мне от тебя что-то другое нужно? Мне, говорит, только твои регалии нужны были». Актера слова Саврасовой возмутили. Он понял, что ситуация выходит из-под контроля и решил объясниться. Ответил, что все его интриги с красотками – игра. И с Волочковой его связывает исключительно дружба, пусть и очень близкая. Мы, доверяя друг другу, с Настей и кругу и семейном, и близком, зная, что у нас чисто дружеские платонические отношения, позволяем себе троллить публику, вызывая с чьей-то стороны негодование, поддерживая там имидж алкашей сумасшедших, спившихся и так далее. По словам Никиты, у Марины хорошее чувство юмора, и она не ревнует его к балерине. К тому же, хоть физически Джигурдаи находятся в другой стране, у них с женой духовная связь, которую никто и ничто не разрушит. Мои оккультные практики позволяют мне передавать мою мужскую энергию на расстоянии. Никита очень часто и откровенно признавался, и мне лично, и при мне, журналистам, что он умеет довести свою супругу до оргазма и за пределами. Когда все спрашивали, как вы, он говорит, я там довожу ее до оргазма способами телепатии. Шоумен вновь анонсировал скорую свадьбу. И на этот раз он не обманул. Когда все коронавирусные ограничения были сняты, они с Мариной действительно поженились. Джигурда обещал. Больше никаких поцелуев с другими женщинами. Исключительно легкий флев. Между ножный храм мамы захожу только к богине Анис. Всем другим гарантированно сердечная, сексуальная, горловая подкачка. Молодожены вели себя, как юные влюбленные. Не отходили друг от друга ни на шаг. Буквально кричали о своих чувствах и о том, как сильно скучали. Год. Год воздержания и со стороны богини Анис. И с моей. Реальность. Никита без стеснений посвящал присутствующих подробности долгожданной встречи. Она приехала, я по секрету скажу, это женский. Я приехала три дня назад. Вообще, я ее три дня мучил. Три ночи мучил, не давал спать. Я соскучился. Я устал. Единственное, что омрачало этот счастливый день, отсутствие рядом детей. Миканжель и Эва Влада остались во Франции с няней. У девочки закончился срок действия паспорта. А ждать перевыпуска Джигурда и Анисина были уже не в силах. Не посетила торжество и мама невесты. Новость о повторной свадьбе стала для женщины шоком. Я маме сообщила раньше, чем Никите. Все ей как бы изложила. Она мне говорит, ты с ума сошла. Ирина Евгеньевна так и не смогла справиться с эмоциями и поздравить молодых. Свадебного путешествия у Джигурды и Анисины не было. Через несколько дней после церемонии Марина улетела обратно во Францию, а Никита остался в Москве. Он должен был ехать на очередное заседание по наследству Людмилы Братаж. Светлана Романовна никак не хотела сдаваться. Актер заявлял, что они с женой одержали победу и стали полноправными хозяевами квартиры в Париже. Но сестра погибшей была не согласна. Казалось, этот процесс не завершится никогда. В итоге суд встал на сторону Романовой. Светлане досталось имущество Людмилы в Москве и в Париже, а также ее многомиллионное состояние и коллекция ювелирных украшений. Джигурду результат не устроил. Уже подают, уже адвокаты, уже все подали, уже затормозили все процессы. Все, что она получит, она не сможет это продать. Уже арест наложен на имущество. В следующий раз Марина и Никита увиделись через месяц. На юбилее артиста. По случаю своего 60-летия, Джигурда закатил шумную вечеринку. Воздушные шары с черепами, портреты именинника, расставленные повсюду, зажигательные танцы и алкоголь рекой. На этом празднике жизни у гостей не было шансов заскучать ни на минуту. Поздравить Никиту с юбилеем пришли коллеги по шоу-бизнесу. Прохор Шаляпин, Наталья Штурм, критик Сергей Соседа. Приехала и балерина Анастасия Волочкова. Она вручила ему пикантный букет из красных перца. Мой хороший, я тебя обожаю, тебя люблю и дорожу нашей дружбой. Как мужчина восхищаюсь, конечно, во всех смыслах этого слова. И благодарю всегда за поддержку. Никите подарили огромное количество подарков. Там были и картины, и были какие-то золотые принадлежности, по-моему, браслет какой-то золотой. Люди приносили огромные бутылки элитного спиртного. Джигурда веселился от души. Он отплясывал в компании волынщиков, подпевал цыганам и, конечно, обнимал прекрасных дам. Вот натуральные девчонки поедри. Я свидетельствую. Священные девчонки. И даже позволял себе чуточку больше, чем обычно. Никита гораздо больше был бы счастлив, если бы он был холостяком и имел возможность общаться со всеми женщинами, которые его любили. Пока супруг развлекался, Марина терпела боль. Они с Никитой договорились в знак любви друг к другу сделать парные татуировки. Набивать рисунки решили прямо во время праздника. Птица Феникс! Птица Феникс! Почетные антидома! Рождество с нашими стариками, что вы уже будете там. Какие ощущения? После торжества Никита признавался, что это был лучший день рождения в его жизни. Семья рядом. Что еще нужно для счастья? Джигурда показывал сыну и дочери Москву и надеялся, что они побудут здесь подольше. Но все хорошее рано или поздно кончается. Марина с детьми была вынуждена вернуться домой, в Бордо. Договорились, что скоро все вместе воссоединятся на отдыхе в Греции. Актер несколько лет назад приобрел там недвижимость. Но неожиданные обстоятельства помешали этим планам осуществиться. Недавно плакала, говорит, я задолбалась, но потому что отменилась в Греции. Я, говорит, устала. Эва меня шантажирует. Семейный отпуск, которого Джигурда и Анисина ждали несколько месяцев, пришлось отменить. В Греции разбушевались лесные пожары. Никита тяжело переживал разлуку с любимой. Каждый день общался с ней по видеосвязи. Вечером видео, прошу Анисина, покажи, покажи грудь. Полюбуюсь. А потом решил скрасить одиночество проверенным способом. В обществе подруг. Есть классическая схема, когда ты помимо сексуального кайфа ощущаешь периодически, как я говорю, бабочки в груди, а не только внизу живота. Видимо, почуяв неладное, Марина Анисина решила навестить мужа и прилетела в Россию на выходные. Супруги несколько дней не выходили из квартиры и наслаждались обществом друг друга. Любовью занимаемся. У нас мы по полгода погоду, бывает, не видимся. А поэтому духовное Камасутра, перетекание инь в янь, янь в войн. Мы успеваем соскучиться. И каждый раз, как в первый раз. Но как только фигуристка вернулась во Францию, муж отправился на свидание с другой. С певицей Рен Волынской Джигурда познакомился на светском мероприятии. По словам девушки, между ними сразу вспыхнула искра. Когда мы увидели друг друга, мы начали общаться. И была такая очень приятная между нами энергия. И мы обвинялись телефонами. Прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю, какой эпатажный, красивый, брутальный, харизматичный Никита. И понимаю, какая конкуренция. И что вокруг него всегда девушки. Ну, скажем так, я в себе уверена. Ирэн рстила внимание знаменитого артиста. К тому же она понимала, что близкая дружба с Джигурдой может помочь ее карьере. Никита влиятельный человек в мире шоу-бизнеса. Он во всем меня поддерживает. И назовем это конфетно-букетным периодом. А однозначно притяжение есть. Марина Анисина во Франции оказалась крайне недовольна слухами, которые до нее дошли. Она, конечно, доверяет мужу. Но видеть, как он целует других женщин и заходит все дальше и дальше, ей уже надоело. Никита всерьез испугался. Ему не хотелось потерять семью из-за нескольких свиданий с начинающей певицей. Потому что они прошли вместе огонь и воду. Марина приезжала, уезжала. Никита гонялся за ней туда, обратно. То во Францию, то из Франции. И вокруг них были вот эти ажиотажи и шум, и репортеры. Но все это ничто по сравнению с силой любви Джигурды, которую он сохраняет по сегодняшний день. Шоумен в очередной раз заявил, что ему не нужен никто, кроме Марины. Поклялся больше не позволять себе такого поведения. Но пожаловался, что сдерживать горячую мужскую натуру становится все труднее. И попросил жену приезжать почаще. Анисина согласилась. Ведь именно за этот темперамент она его когда-то и полюбила. Супруги снова вместе. Но зная их любовь к приключениям, поклонники не исключают вероятность очередного конфликта, а затем страстного примирения. Продолжение следует...